Для традиционного обряда необходимо взять с собой две пустые бутылки воды. В них в последующем нальют аршан. Один нужно пить по-черному, то есть для избавления от негативной энергии. Другой по-белому, для лечебных целей. Также необходимо взять с собой белую пищу. Это чай, молоко, водка и печенье. Все это угощение для божеств, а такое разнообразие, чтобы угодить каждому из них. Все эти яства пришедшие потом заберут в дом, приглашая тем самым удачу и благополучие. Гости на месте, шаманы готовы. Краткое поучение о том, как надо вести себя во время обряда. И священнослужители начинают камлание. Проходит еще 30 минут. Все верующие склоняют голову в молитве. В тело шамана вселился дух. Теперь можно просить богов об исполнении самых сокровенных желаний. А исполниться они или нет, зависит уже от верующих. Самая искренняя молитва всегда самая сильная. После обряда и священнослужители, и верующие выходят на улицу. Уже там разжигают два костра, как символы очищения и благополучия. Я сегодня молилась о мире, во-первых. Потому что сейчас, сами знаете, какой кризис, какая война. Во-первых, о мире для всех. Ну и мы, как буддисты, всегда же молимся о том, чтобы каждое живое существо на земле было счастливым. Уже сегодня верующим нежелательно употреблять спиртные напитки и мясо. Этот день необходимо провести дома. Ведь только окончательно очистившись, можно приступить к празднованию Сагалгана. Ольга Вайложникова, Булат Бадмаев, Новости дня.